Скажу сразу, многомиллионных премий нет. По премиям у нас по текущему году никаких нет, пока указания, решения, и так далее, за счет республиканского бюджета просто выплачивается заработная плата, которая вот она начисла, а на фазе регионов демиции бюджета, как сказать, буквально сегодня производится выплата. Весь доход, показанный нами, как, собственно говоря, и всеми членами правительства, с рекордными, необычно высокими для республики цифрами. Это те цифры, которые были заработаны до прихода на госслужбу. Мы люди из бизнеса, на госслужбе первый раз. Все по-честному. Менед Кенте Альмит. Здравствуйте, уважаемые земляки. Недавно на своих страницах в соцсетях я опубликал новость о том, что наши чиновники получили баснословные премии за прошлый год. Да, действительно, это так. Это данные из официальных источников, это данные из портала «Электронный бюджет», и из которого следует то, что наши чиновники получили премии в общей сумме около 80, более 80 миллионов рублей. Сразу вспоминаются у нас позапрошлогодние премии, когда чиновникам было выделено 43 миллиона рублей. То есть выходит так, что в прошлом году наши власти получили сумму премии в два раза больше. То есть 84 миллиона рублей, это 12 с лишним миллионов, это внебюджетные фонды, отчисления обязательные, и около 66 миллионов получили чиновники на руки. То есть и очень интересная ситуация в том, что распределение прошло более обоснованно. Здесь, как мы видим в таблице, намного выделяется администрация главы Республики Калмыкия и аппарат правительства Республики Калмыкия, которые получили примерно около 12 миллионов рублей. Почему такой разрыв между ними? Опять же возникают вопросы, поскольку штат сотрудников как в администрации, так и в аппарате правительства, он не намного больше, чем в тех же министерствах и ведомствах. Также хочется отметить то, что в этот раз, почему обоснованно, потому что весь год мы возмущались, и самый главный вывод был в том, что у обычного рядового чиновника отобрали, то есть не дали ему премиальный за работу на протяжении года, и губернатор не распределил сумму премий между районным и муниципальным образованием. Если в прошлом году, если в предыдущий раз распределение ушло только по министерствам и ведомствам, это всего 15, по-моему, у нас органов, или 13 органов. То есть на сегодня распределение прошло по всем министерствам и ведомствам, это 25 министерств и ведомств, службы, министерства, аппараты, и по 13 районам, включая 14 город и листук. То есть я хотел бы сказать, что это наша общая победа, это наша общая победа в рамках контроля общества, государства, власти, то, что Бату Хасиков уже не мог в прошлом году распределить сумму премий. Мы все помним, да, знаменитую платежку Зайцева. Она действительно настоящая. Я проводил определенное расследование. Эта платежка настоящая. Юрий Викторович у нас в прошлом году получил 5 миллионов рублей. До сих пор нам никто об этом не... Никто этого не подтвердил и не возразил должным образом. И вот я считаю, что это наша победа, победа гражданского общества в осуществлении контроля. Что бы также хотелось отметить. И еще в получении настоящих премий, то есть за прошлый год, выделяется у нас Министерство цифрового развития и Министерство природы. Скажу сразу, многомиллионных премий нет. По премиям у нас по текущему году никаких нету пока указаний и решений на засчет республиканского бюджета просто выплачивается заработная плата, которая вот она на число агрархово для регионов бюджетных обязательств буквально сегодня производит свои выплаты. То есть при предыдущем распределении они получали около 5,4 миллионов рублей, то на сегодня они получили наряду с другими министерствами. То есть сами власти нам показывают то, что в предыдущий раз, за прошлый год было что-то не так, было что-то неладное. И самое главное, то, что до настоящего времени наши власти нам врут, говорят неправду, как началось с этих премий, как с этой знаменитой платежки за еще вот такие. До настоящего времени идет обман, общество не знает, что это. Даже там прокурор, ну и нынешний прокурор Курмаев писал на меня заявление, а когда я обратно написал в ответ, ничего не ответили, переадресовали мое заявление в администрацию, где, естественно, ничего не ответили. Депутаты Маманджиев, Манджикова, Кусьминов неоднократно направляли запросы в администрацию главы, так и прокуратуры, так и другие правоохранительные органы для того, чтобы узнать обоснованность получения данных премий, как форму распределения этих премий за позапрошлый год. Однако ничего не выяснено для настоящего времени. Вот врут, врут, врут. Ачир Шургучиев, зампред, министр фехиананцев, я его хорошо знаю, Ачир, извини, но тоже врет. На одной из сессий народного хурала сказал на вопрос одного из депутатов, ответил то, что есть дополнительные какие-то там премиальные грузовы из федерального хранения, где они получатся монетизировать. То есть, это только из федерального лечения? Ну, как и в прошлом году, в прошлом году источниками всех этих выплат, которые имеют между зеленый и федеральный человек. Если появятся эти деньги, то кто будет распределять демок? Нет, это не я. Я там. Ну, смотреть соответствует с порядком, как у нас это все делать. А в прошлом году кто распределил? Все решения принимались, они на уровне главы. Весь доход, показанный нами, как, собственно говоря, и всеми членами правительства, с рекордными, необычно высокими для республики цифрами, это те цифры, которые были заработаны до прихода на госслужбу. Мы люди из бизнеса, на госслужбе первый раз. Все по-честному. Премии получили, как все, в размере чуть больше месячного оклада. Премии не предусмотрены, пока об этом, но, однако, на самом деле выходит по-другому, и все молчат об этом, да, пока я не заглянул в элекционный бюджет и не посмотрел, а, оказывается, получили. Вот так вот. Также Ачир Джамбинов, министр природных ресурсов в одной из передач также соврал, сказал то, что никаких властнословных премий мы не получали. В связи с этим я обращаюсь к нашим чиновникам, ну, давайте быть открытыми. У вас одна из функций, обязанностей власти быть открытыми. Да, даже есть такой закон об открытости. Вы этого не делаете, тем самым, наоборот, порождаете возмущение, протесты и его движения. И, что также хотел бы отметить, то, что недавно в соцсетях, вчера, да, буквально прошла информация, то, что губернатор Тувы, губернатор Тувы отказался от премий, от этих премий, то есть все регионы получили это, кстати, эти премии получили из федерального бюджета, то есть правительство России считает, что регионы, на данном случае Республика Калмыкия, наши чиновники имеют право на получение указанных премий и во все регионы были отправлены эти премии. И вот, как пишет Тува Медиа групп, глава Республики Тува Шалбанкара Ол объявил, мы отказались от премии в пользу выплат за выплат бюджетникам. В своем блоге он написал, что врачам и учителям Республики полностью выплаты зарплаты за декабрь. Вот такой вывод. Две Республики, а такой разный подход к премии. Видимо, все зависит от главы Республики. Мы, еще раз подчеркну, мы не лезем в карман чиновникам. Мы понимаем, что это правительство вам выделяет указанное денежное средство. Наоборот, даже хорошо, когда чиновник, работая целый год, получает обоснованное вознаграждение, это хорошо. Но мы говорим об открытости. Об открытости и разъяснении для чего и почему и обоснованности, да, обоснованности выплаты указанных денежных средств. Мы недавно делали репортаж про женщину, у которой нет жилья, у которой трое в семье трое инвалидов, двое нуждаются в постоянном постороннем уходе. Как-нибудь можно было, например, эту проблему решить или там какие-то другие. в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова